Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. Героями выпуска сегодня стали овощи. Полезные или вредные они для собак? Бытуют разные мнения по этому поводу. Я постаралась изучить эту тему и выяснила, что главные опасения у собаководов связаны с аллергией и расстройством пищеварения у собак. Сравнив информацию из разных источников, я сейчас хочу представить вам 5 топ полезных и 5 топ вредных овощей для собак. Речь идет о тех овощах, которые присутствуют в холодильнике почти в каждой семье. Начну с полезных овощей. Пятое место. Тыква. Этот овощ богат витаминами и ценными микроэлементами. Тыква полезна для собак, ведь она улучшает работу пищеварения, понижает кислотность желудка, выводит токсины из крови, нормализует стул, избавляет от запоров, является профилактикой возникновения гельминтов. Тыква имеет только один недостаток. Давать тыкву собаке лучше в отварном виде. Четвертое место. Кабачок. Это гипоаллергенный овощ. Он содержит калий, кальций, бета-каротин, фолиевую кислоту. Кабачок подходит при желудочных патологиях собаки. Он освобождает организм животного от избытка солей натрия. Это полезный овощ для собак. Дают кабачок питомцам как в сыром, так и в запеченном виде. Третье место. Болгарский перец. Болгарский перец часто присутствует в нашем холодильнике. Этот овощ содержит бета-каротин и целый ряд полезных витаминов группы В. Кстати, в перце красного цвета содержится больше полезных веществ. Болгарский перец хорош для аппетита, восстановления иммунитета, состояния шерсти, зрения собаки. Болгарский перец очищают от семян и дают в сыром виде или запекают. На мой взгляд, этот овощ заслуженно занимает почетное третье место. Второе место. Морковь. Собаки любят этот овощ, потому что он твердый, а значит его можно погрызть. Морковь, приятная на вкус, способствует уничтожению бактерий в полости рта и улучшает запах из пасти. Кроме того, содержащийся в моркови витамин А улучшает зрение собаки, снижает риск возникновения рака. Бета-каротин в моркови хорошо воздействует на шерсть с питомцем. Морковь всегда есть в нашем холодильнике. Как вы видите, наши собаки ее любят. Морковь дают в сыром виде, отварном или печеном. Первое место. Огурец. А этот овощ победитель нашего соревнования, потому что он абсолютно безвреден для собак. Этот овощ не содержит углеводов и жиров, а чем же еще полезен огурец? Он устраняет неприятный запах из пасти, благоприятно влияет на обмен веществ, ускоряет метаболизм, улучшает работу сердца и почек. Огурец не нужно жарить или варить, его можно давать собаке в сыром виде. Друзья, при всей полезности этих овощей их следует давать собакам в маленьких количествах. И, конечно же, не все сразу. А сейчас поговорим о вредных овощах для собак. Пятое место. Редис. Этот овощ состоит из грубых волокон, которые могут послужить зубной щеткой для собаки. Редис, хоть и придает эластичность стенкам сосуда, снижает показатель холестерина, но не рекомендуется собакам, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом. Давать или не давать редис собакам, решать вам мы не даем. Четвертое место. Свекла. Этот аллергенный корнеплод содержит калий, фойлевую кислоту и оксиданты. Свекла хорошо влияет на шерсть собак рыжего окраса, но у некоторых собак может вызвать диарею. Мы никогда не давали свеклу своим собакам. Не хотим экспериментировать. Здоровье собак нам дороже спортивного интереса. Давать или не давать этот овощ своим собакам – дело каждого. Третье место. Белокочанная капуста. Белокочанная капуста – отличный источник серы, кальция, калия, фосфора, бета-каротина и витаминов группы А, В и С. Капусту мы любим, но чем же опасен этот овощ для собаки? Дело в том, что в сыром виде она может вызвать вздутие кишечника. Если давать белокочанную капусту своему питомцу, то только в вареном виде и в очень маленьком количестве. Мы не даем этот овощ своим собакам. Не рекомендуем. Второе место. Помидор. Этот красивый на вид овощ может вызвать диарею у собаки. К тому же есть информация о том, что помидор плохо влияет на сердце. Если и дают помидор питомцу, то выбирают только спелые плоды. Некоторые специалисты утверждают, что спелый помидор в маленьком количестве борется с образованием зубного налета, является прекрасным антиоксидантом и обладает противовоспалительным действием. Я хоть и не рекомендую этот овощ собакам, но признаюсь честно в том, что мы очень редко и очень маленьком количестве даем помидор своим собакам по одной дольке. Первое место. Картофель. И, наконец, мы добрались до самого вредного для собак овоща. В сыром виде картофель является источником солонина, очень опасного и ядовитого вещества. Отварной же картофель из-за содержания углеводов и крахмала способствует ожирению, проблемам с суставами и возникновению артрита у собаки. Картофель не несет никакой пользы для собак. Собаководы крайне не рекомендуют этот овощ. Надеюсь, это видео оказалось полезным для вас. Буду признательна за ваши комментарии по теме выпуска. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх, нам будет очень приятно. Делитесь этим видео у себя в соцсетях. Это лучшая поддержка каналу. А на сегодня у нас все. Всем пока и до новых встреч!